Божьи слова на каждый день Эта земля, тысячелетиями пребывавшая в пороке, невыносимо осквернена. Всюду страдания, бесчинствуют призраки, которые обманывают и морочат, измышляют ложные обвинения, безжалостно и злобно попирая этот обнесённый стеной мёртвый город. Оставляя за собой повсюду трупы, от их разложения вся земля наполняется смрадом, который пропитывает воздух. Но этот город усиленно стерегут. Кто может видеть мир за горизонтом? Дьявол плотно опутывает всё тело человека, зашоривает оба глаза и плотно запечатывает его уста. Царь бесовский уже несколько тысяч лет бесчинствует и по сей день стережёт мёртвый город, как неприступную обитель бесов. Тем временем эта свора сторожевых псов злобно таращится вокруг, страшно боясь, как бы Бог не застал их врасплох и не покончил со всеми ними сразу, лишив их этого края благоденствия. Как можно было людям в подобном мёртвом городе когда-либо увидеть Бога? Наслаждались ли они когда-либо Божьей ценностью и красотой? Как они понимают дела человеческого мира? Кто из них может понять настоятельную волю Божью? Не столь удивительно тогда, что воплотившийся Бог остаётся совершенно сокрытым. В подобном тёмном обществе, где бесы безжалостны и бесчеловечны, как бесовский деспот, который, не моргнув глазом, убивает людей, потерпел бы существование прекрасного, доброго, а также святого Бога? Стал бы он, рукоплеща, приветствовать пришествие Божье? Они же прихвостни и псы. Они за доброту платят ненавистью. Они давным-давно уже презирают Бога и оскорбляют Его. Они совершенно озверели. У них совсем нет уважения к Богу. Они разбойничают и грабят, утратив всякую совесть, поступая совершенно бессовестно и искушая невинных до бесчувствия. Что про отцы древности, что почитаемые вожди, все они противятся Богу. От их вмешательства всё под небесами пришло в состояние тьмы и хаоса. Религиозная свобода, законные права и интересы граждан, это всё уловки для сокрытия греха. А кто отстаивает работу Божью? Кто положил свою жизнь или пролил кровь за Божью работу? Из поколения в поколение, от родителей к детям, порабощенный человек бесцеремонно порабощает Бога. Как могло это не вызвать ярость? Тысячи лет ненависти скопились в сердце. Тысячелетия греховности начертаны на сердце. Как может это не внушать отвращения? Отомсти за Бога, полностью уничтожь его врага. Не позволь врагу дальше свирепствовать и творить столько бесчинств, сколько ему вздумается. Сейчас самое время. Человек уже давно собрал всю свою силу, посвятил все свои усилия, оплатил по всем счетам ради этого, чтобы сорвать маску с отвратительного обличия этого беса и дать возможность ослепленным и пережившим всякого рода страдания и тяготы людям восстать из своей боли и отвернуться от этого лукавого древнего дьявола. Зачем ставить такую непреодолимую преграду работе Божьей? Зачем различными уловками обманывать народ Божий? Где же истинная свобода и законные права и интересы? Где справедливость? Где утешение? Где теплота? Зачем коварными кознями одурманивать народ Божий? Зачем силой пресекать пришествие Божье? Почему бы не позволить Богу свободно странствовать по земле, которую Он сотворил? Зачем подвергать гонениям Бога, пока у Него не останется где преклонить голову? Где тепло между людьми? Где радушие между людьми? Зачем вызывать у Бога такое отчаянное томление? Зачем вынуждать Бога взывать снова и снова? Зачем заставлять Бога тревожиться за своего возлюбленного Сына? Почему в этом темном обществе жалкие сторожевые псы не позволяют Богу свободно приходить и уходить в мир, который Он сотворил? Отчего человек не понимает? Человек, который живет среди боли и страданий. Ради вас Бог претерпел великую муку. С великой болью Он даровал вам своего возлюбленного Сына, свою плоть и кровь. Так почему же вы до сих пор поворачиваетесь спиной? У всех на виду вы отвергаете пришествие Бога и Его дружбу. Почему вы настолько бессовестны? Желаете ли вы переносить несправедливости в таком темном обществе, как это? Почему вместо того, чтобы наполниться тысячелетней враждебностью, вы набиваете животы чушью собачьей бесовского князя? Субтитры создавал DimaTorzok